Инициатива провести парламентское собрание Союза Белоруссии и России принадлежит депутату Государственной Думы Францу Клинцевичу. У парламентариев двух стран появилась возможность не только обсудить самые серьезные бюджетные вопросы Союзного Государства, но и познакомиться с обновленным Сочи. Курорт, ставший известным на весь мир, теперь привлекает внимание каждого жителя планеты и уж тем более ближайших соседей. Нам сегодня надо более широко использовать свои возможности, более широко использовать свой внутренний туризм. Я вот в силу служебных обязанностей очень много путешествую по стране. Вы представляете, у нас каждая область имеет свою уникальную возможность. Каждая область – это свой туристический потенциал. Развивать регионы, по примеру, Сочи. Парламентарии еще под впечатлением вчерашнего президентского послания Федеральному собранию оценивают возможности Сочи после проведенной Олимпиады. И мэр Олимпийской столицы, выступая на сессии парламентского собрания, вспомнил о своем визите в Минск, где презентовал курортный Сочи. Цель была одна – это наладить тур «Потоки» из Республики Беларусь в город Сочи и из Сочи в Республику Беларусь. Результаты, я хочу сказать, уже сегодня хорошие. Но первонаперво, вы знаете, что два рейса в неделю сегодня летают из Сочи в Минск. Это первая. Вторая ассоциация туроператоров Минска сегодня на нашем первом туристском форуме в городе Сочи заявили о том, что они уже сегодня утраивают турпоток. Новые возможности Сочи должны использоваться. О том, чтобы не только богатые жители Республики Беларусь, но и средний житель смог приехать к Черному морю, задумываются сегодня законодатели. Мы готовим поправки в закон о туризме, в другие параллельные законы, чтобы туризм в нашей стране развивался, чтобы он развивался в городе Сочи. И, естественно, мы очень рады, что именно эта встреча проходит впервые в Сочи. И, конечно, в процессе переговоров с коллегами из Беларуси мы будем обсуждать вопросы туризма. Общий парламент России и Беларуси уже существует 15 лет. Бюджет обеспечивает финансирование программы проектов Союзного государства. В первую очередь это укрепление пограничной безопасности. Мы все равно практически один народ и все равно мы будем вместе. И этому будет способствовать принятие нашего бюджета, какие бы проблемы ни стояли перед нашими странами. Проектом бюджета Союзного государства на 2015 год также предусмотрено финансирование 27 мероприятий в основном социальной направленности. Депутаты также рассмотрели план график работы и план международной деятельности на Новый год. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.